Приветствую всех читающих дома. Сегодня поговорим о книге Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок». Роман был напечатан в 1987 году в журнале «Октябрь» и сразу стал литературным событием в жизни страны. В книге охватывается период Первой мировой гражданской войны, становления Советской России и Великой Отечественной войны. Историю своей семьи рассказывает Борис Ивановский, сын Якова Ивановского и Рахили Рахленко. В 1910 году Яков и Рахиль поженились, а через 30 лет в июне большая дружная семья отмечает юбилей свадьбы двух людей, которые сквозь все эти годы пронесли любовь. Позади остались революция, голод, арест Якова и их старшего сына. И, казалось бы, жизнь налаживается и все будет хорошо. Но через год начинается война. Украину оккупируют немцы и начинают уничтожать еврейское население. Финальная часть книги, в общем-то, ожидаема, но все равно заставляет сжиматься и бесконечно сочувствовать героям книги. Все, о ком рассказывает Борис Ивановский, становятся для читателя близкими, почти родными людьми, потому что с помощью деталей, каких-то тонкостей, известных только Рыбакову, он описывает жизнь еврейской семьи, еврейского местечка иногда с какой-то доброй усмешкой, но всегда с удивительной проникновенностью. Изначально произведение называлось «Рахиль», но для публикации пришлось поменять название. И Анатолий Наумович поменял его на тяжелый песок. Эту фразу он взял из Библии, из книги Иола. Как неоднократно он повторял в интервью, этот роман не столько о Холокосте, сколько о любви. Я желаю вам проникновенного душевного чтения. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!